Мы начинаем третий раунд противостояния между Атикином и Зоргом. В предыдущих раундах было то, что в первом раунде было такое лобовое столкновение, но из-за технических, так сказать, неурядиц немножко не удалось эту серию нам откомментировать. Второй раунд, вроде бы Зорг пытался свое первоначальное преимущество довести до логического конца, но Крисолиды Атикина сильно помешали Зоргу в осуществлении его плана. И его внезапная атака в начале сланга в итоге обернулась ничьям. Ну и Атикин, конечно, вытащил этот второй раунд. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Вот, как бы, первый ход за Атикином. Сейчас начал ходить Зорг. Мы понимаем, ну, как обычно, как обычно, у Зорга будут бойцы с синими шортами, а у Атикина с красными. Естественно, естественно, я без верного помощника не могу комментировать этот матч, со мной лейт. И это у нас отряд, который мы недавно совсем придумали с гейткипером. И компании, которые этого гейткипера довольно лихо и хорошо разваливают. Так что, тут он в итоге не является каким-то таким очень сильным юнитом. Как бы, мы долго не хотели вводить в отряды гейткипера, но все-таки решили поэкспериментировать. И, как мне кажется, этот эксперимент даже, вроде бы, как даже и удался. То есть, не было каких-то таких странных отзывов со стороны участников. Так что, примерно такая ситуация. И сейчас Зорг пытается... Точнее, рушит почти все укрытия своим бойцам и вводит шар вперед. Так что, посмотрим, что сделаем, сделает Атикин. Да, я так понял, что активная фаза записи уже началась. Так что, всем привет, друзья! И мы приступаем к комментированию этого замечательного раунда. Ну, в этот раз Атикин не даст себе так врасплох, потому что... О! Неплохо, неплохо. Это значит то, что бойцы Атикина достаточно недалеко находятся. И вполне, может, даже какие-то действия мы даже увидим уже со стороны Атикина. Прилетает, прилетает ракета. А это значит то, что... То, что, в принципе, заруба началась. Да, и позиции здесь, конечно, получаются немножко незавидные, потому что локаверы и уменьшенная защита. С другой стороны, хорошо, что ракета пришлась именно на гейткипера. Потому что он все-таки бронированный и солдаты... Живая сила, так сказать, сладенькая, не пострадала. И сейчас должна, по идее, мстя от Зорга, потому что подлететь. Потому что есть снайпер, есть все, чтобы нанести такой удаленный урон. Вот. Посмотрим. Да, но с другой стороны, стоит все-таки действовать осторожно, потому что... Раз уж сканер запущен, то противник рядом. И... Атаковать с большим риском, по сути, человек, потерять техиль, в которых атакуешь, поэтому все-таки... Можно понять, что Созорг не будет рашить сразу же. Не, ну, смотри, он тут может шаром подлететь и заюзать рифт вот этот вот, который по площади, в принципе. Да, согласен, но если он завязывает рифт, он откроет себе шар, а у Атикина, скорее всего, бронебойные патроны поближе. И сыграл бы плохую шутку с Зоргом, на мой взгляд. Ну, а там пытаются сейчас расстояние по всему применить, чтобы и ударить, и в зону, скажем так, риска не попасть. Овервотч от снайпера на 8, прилетает к шарику, это очень болезненно, я считаю. Так, все-таки он решился открыть раковину. Да, весьма опасное решение, мы посмотрим, что она в результате ему принесет. Ну, ну, в принципе, он откроет карту и попал по вражескому шарику, насколько я понимаю. Ну, еще нет, но когда анимация, я думаю, скорее всего, мы это и увидим. И убил вражеского офицера и превратил сразу его в зомби. Вот это дерзко, дерзко-дерзко, довольно-таки достаточно так. Да, слушай, это лихо, я, по правде говоря, не ожидал, что он сможет превратить его в зомби с первого раза. Ну, это хорошо. Зомби, это, конечно, высокорандомный юнит, но все-таки небольшой отвлекающий фактор, лучше, чем ничего. Ну, кстати, напоминаю, зомби откидывается, ну, точнее, уходит в мир зомби где-то на небесах, если, короче, гейткипер погибает. И поэтому надо, чтобы еще и шар жил при этом. Ну, да, шар тут, на мой взгляд, вообще стоит стараться все-таки защищать всеми силами, потому что остальные юниты, в общем-то, достаточно с легкостью могут вынести вражеский шар. Пошел, вроде бы, в атаку Зорг, но видим, что все еще далеко-далеко его силы от места действий, от линии фронта противника. И единственное, что он мог сделать, это вот протоколом нападения ударить на четыре и все. Так что, мне кажется, Атикин сейчас должен переманивать инициативу, прям вот, иначе он проиграет. Я бы даже, наверное, сказал, что инициатива сейчас на стороне Атикина, поскольку он сидит, укрепился на своей позиции, и если взорвать на этот юнит и пойдет в атаку, то у него есть, в общем-то, все шансы потерять, потерять много от бойцового отряда. Что, в общем-то, это достаточно стандартная тактика, когда ты занимаешь хорошую позицию и ваш оппонент. Ну, мы видим то, что почти без брони уже шар Зорга, и в принципе, один выстрел хороший. Опа! А, ну да, сработала обилка-артиллерийский залп, и он... Атикин решил во всякий случай зомби прихлопнуть, чтобы... И шар, шар Зорга, разрушает еще и укрытие своему бойцу. Вот, его можно легко обойти с фланга, вот это да. Да, вот, благодаря своим бронебойным патронам, снайпер здесь может все-таки... Очень больно кустостояния. Кстати, еще хотел бы заметить, что в данной ситуации... Оба игрока в самоке, у них некоторую преимущество в саде. Если бы мы могли бы посадить своего снайпера на здание, правда, не без риска, опять же. Потому что все-таки существуют гренадеры. Существуют гренадеры, существуют офицеры с гранатами, и... Ну, это уже достаточно. Да, тут вообще опасно, все-таки опасная ситуация сложилась. На мой взгляд, Зоргу тут... Да, я все-таки отступаю, потому что... Ну, хотя... После такого, все-таки, его позиции уже сильно пошатнулись. Уже лишился офицеров Зорг. Ну, это такие, вроде бы, слабенькие юниты, но неприятно, неприятно. И вот, вышел шар Атикина. Посмотрим, будет ли он на него акцентировать свою огневую мощь, скажем так, 60%. Так, смотрим. К слову, насчет офицеров... Да, они действительно в кино в данном отряде, они достаточно важны в тактическом плане, потому что, опять же, они имеют гранаты, и они умеют подсвечивать цели. Что интересно, кстати, я даже не помнил такого, что дисчардж сквозь броню... Урон от дисчарджа сквозь броню не проходит, не проходит, но, тем не менее, шарик дезориентирован, все-таки. Да, для меня это тоже было неожиданностью, я помню даже в какой-то игре, возможно, когда мы тестировали отряды, была такая вещь. И это не очень очевидная механика, но, тем не менее, да, она присутствует. Ну да, по идее, это гарантированный урон, он должен сквозь броню, но, ладно, окей. Вот он, пулеметчик, я хочу сказать, с чеченской пушкой золотой, выходит вперед и хочет делать больно гранатой. И делает, очевидно. Да, пулеметчик с рейтинговым золотым пулеметом. Ну, в Counter-Strike, насколько я помню, это называли, пулемет называли просто чечней, и все. Ну, в принципе, да, и вы обладатели богами рандома, если исходить из его разброса. Мы видим, что просто все взрывается, потому что жарко-жарко на поле боя, и машина не выдерживает такой нагрузки, и просто взрывается нафиг. Так. Ну, смотри, у Зорга сейчас, ну, вроде как, да не вроде как, а осталось тупо три полковника, и смотрим. К слову, что-то не подсказывает, что, возможно, сейчас захотят применить какие-нибудь пси-плюшки гейткипера, так сказать, воспользовавшись преимуществом. Да, ты прям в воду глядишь сейчас. Скорее всего, так это и будет, на самом деле. Да, потому что все-таки гейткипера Тикин может потерять, но, возможно, из этого он сделает какое-то более важное действие. Хотя, возможно, он все же передал. Спорное решение, возможно, он побоялся то, что гейткипер будет открыт, или в радиус, что ли, не попадали бойцы Зорга, но странное решение, правда. Да, потому что у него, в принципе, имелся гренадер, у него имелись, по-моему, у него должен был остаться офицеры, если я не ошибаюсь. То есть, может, было бы пытаться как-то гранату и укрытие разрушить. Согласен, но при этом все же Зоргу будет трудновато. Останавливать свое время в данной ситуации. То сейчас из темноты постреляли пулеметчиком. Потому что, в принципе, ему достаточно одной гранаты и добивание. Да, численное преимущество все еще за Тикином, но посмотрим, а его еще надо реализовать. Реализовать и посмотрим, как Зорг сейчас поведет, потому что ситуация у него достаточно трудная. К слову, интересный момент, как себя поведет Зорг в отношении своей поддержки. Потому что у поддержки есть Эйд Протокол. И если, например, захочет использовать атаку или атаковать кого-то без передвижения, то Эйд Протокол был бы для него очень хорошим выбором. Судя по всему, если учесть, что у него осталось 3 июня. Да, Эйд Протокол, про который... Который упорно они юзали в прошлом раунде. А, кстати, зря эта штука может порой спасать жизнь. Да, сейчас Зорг думает рискнуть, спрятавшись за кук, судя по всему. Но это был бы очень дерзкий ход. Потому что гранаты-то все-таки у Атюкина еще остались. По идее. Да. Все. Все пустые у Зорга. То есть, снайпер разряжен. Нету разряда конденсатора. И, честно, я не знаю, как он будет вытаскивать эту партию. А вытаскивать ему надо прямо сейчас. Ну, знаешь, у него ухо века, в общем-то, имеется Шреддер. Вот самая правая способность. Она неплохо дамажит и броника стоит. В принципе, вот как раз-таки да. Ну, смотри, как раз тебя подслушал, подслушал и воспользовался. Тем самым минус офицер и сильно усложнил жизнь шарику, скажем так. В принципе, здесь... А, в принципе, он уже подвинулся саппортом, поэтому этот протокол на себя не накинет. Остается только атаковать, судя по всему. Ну, или попытаться защититься, потому что у шарика-то точность 80. Офицеров нет, которые могут подкинуть бумага. Да, но он все-таки решит пойти по пути атаки. И это достаточно неплохое решение, потому что дезориентация, если я ничего не попутал. А она лишней не бывает. Неужели будет рифт? Рифт все-таки решился. Знаешь, что было бы забавно. Был бы весь... Слой, вспомнил, сейчас бы использовал силичинку. Знаешь, это в платную шпицу. Там, конечно, шанс маленький, но... Это, кстати, было бы вариантом на самом деле, но он решил рифтануть и рифтанул вроде как даже неплохо. Я думаю, он хочет убить саппорта как раз таки, который... А нет, смотри-ка, все-таки по снайперу решил патковать. Ну, очевидно, он не видел саппорта снайпера. Такое тоже может быть. И мажет, мажет Атикин. Это может сыграть с ним злую шутку вот именно сейчас. Да, к слову, ты не помнишь, он Атикин использовал свой шред осколочный выстрел или нет? Нет, потому что... По-моему, нет. Нет, да, вот как раз таки интересно. Он мог сейчас уничтожить саппорта достаточно на халяву и убить кавер Эвику. Но я думаю, что он более-менее уже уверен в своей победе, и поэтому... Поэтому, в принципе, можно и порандовать. Да, и вот сейчас, казалось бы, за безвыходной ситуацией, но похоже, зорк... Зорк решил сделать камбэк. И даже... Нифига себе, даже этот самый... Да-да, и подрубил, и попадает, попадает. Ну, прямо-таки, знаешь, каратэ пацан. Да, знаешь, мне кажется, это отыгрыш за предыдущую партию, где рандом был, значит, тем на его стороне. Снова не юзает... Снова не юзает... Стрик, Эвик. Да, почти убил Эвик, а снова не юзает Эйд Протокол. И похоже... Да, это минус Хэви, и... Татиккин, наверное, сейчас... Ладонью разбивает себе лицо на по ту сторону дисплея, потому что за один ход заруинил двух важных юнитов. Зорк. Да, можно сказать, очень хорошо реализовал возможность камбэка, переломил партию в свою пользу, а теперь хватает преимуществом в атаке, можно сказать. Я так понимаю, что у Татиккина остался один юнит, и это снайпер. Да, остался вроде как снайпер, мне тоже так кажется. Вспомнил про Крюк, Зорк... Нет, не вспомнил, просто решил перезарядиться, чтобы лучше подготовиться к решающей атаке, видимо. Ну, в принципе, а почему бы нет? Решил сходить безопасно, а безопасность это всегда хорошо. Особенно, когда тролли против одного. Как ни странно, да, потому что рандом экскола такой рандом, что... Иногда можно и три на одного проиграть, в зависимости от ситуации, ребята. И стоит недооценивать фактор, на мой взгляд. Ну, тогда, ну, я считаю, ну, как я вижу, вот, это сейчас немножко не та ситуация. Потому что один снайпер, ну, господи. Тем более, мы видим, что он в таком положении стоит, что наверняка никого не видит. Много слишком преград перед ним. Да, тем не менее, есть шанс, что сейчас будет овервачу. Ну, а нет, решил повысить себе точность. Нет, нет, он точности не повышает, потому что это снайпер, который, снайпер, повышает до глухой обороны у себя стрелок. А этот, если просто стоит на месте, то он повышает плюс 10 к меткости и плюс 10 к риту. Да, спасибо, что попавил, я напутал, да, эти билды. Ну, хорошо, что не овервач, с другой стороны. Решил взять на мушку, решил взять на мушку снайпера Атикина, и тут совсем некуда ему деться, мне кажется. Да, вопрос только в том, будет ли он все-таки оттуда деваться, или будет оставаться на месте. Но Зорк решил рискнуть и поставил зону поражения, что, в принципе, достаточно хороший ход. Ну, смотри, если Атикин сейчас видит всех бойцов Зорка, то он, в принципе, может заюзать серию, убить специалиста, там, ранить снайпера, ну, не снайпера, а пулеметчика, и, в принципе, все, и перезарядиться. Ну, это-то, а с другой стороны, это два хайкавера, и, в общем-то, ну, нужна серьезная задача, чтобы такое провернуть в данном случае. Хорошо нужно срандомить, чтобы это прошло. Но, тем не менее, мы видим сериал. Ой, что-то будет, ой, что-то будет. Да, сработала зона поражения, она работает не только на движение, но на любое действие, и, походу, у Атикина закончились патроны, и он решил перезарядить. Ну, а минус специалист со стороны Зорка. Да, решил вступить, смотаться еще чуть-чуть подальше. В качестве минусов данного хода можно разве что отметить то, что он потерял преимущество в высоте... Так, и сейчас, вроде бы, как будет еще минус дерево, если будет промах. Но, нет, нет, бойцы устали срубать деревья в XCOM'е, и все, сейчас будет гарантированный выстрел, и, вроде как, это конец для Атикина в этом раунде. Ну, это было все-таки дерзкое попадание на 55, в общем-то, Зорк отыгрывается за прошлый рандом... дома. Ну, а сейчас, да, сейчас это уже, в общем-то, достаточно решенная ситуация. Да, и раунд остался за Зорком. Вот так вот переломил он ход по идее. И, в общем, как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...